Друзья, доброе утро! Сегодня у нас 25 число, 25 января. Сегодня день студента, день Татьяны. Я всех Татьян и всех студентов и бывших, как говорят, не бывает, поздравляю с этим праздником. Всем здоровья, мира над головой! А сегодня на моей кухне мы приготовим быстренько, запечем свининку по типу грудинки. Ну, такое жирненькое мяско. Я покажу, как я запекаю. Вам понравится этот рецепт. Готовьте, повторяйте, делитесь. Все, приступаем. Что необходимо, все расскажу. Друзья, ну вот такая жирненькая свининка у нас. Сейчас что же нужно сделать? Сейчас нужно по диагонали вот так. Надрезаем где-то по сантиметрику достаточно. По диагонали в одну сторону. И сейчас перейдем в другую сторону надрезы. Это для того, чтобы у нас хорошо мяско промариновалось. Вот так. И с этой стороны. Шкурку можно оставить, просто ее тоже прорезать можно. С этой стороны по шкуре только несколько надрезов делаем. На сантиметр где-то. Все. Теперь что делаем? Теперь мы берем мяско это, солим. Добротно подсаливаем и втираем. Вот так втираем. Сольку втираем. Затем поперчить надо. Тоже вот так, чтобы попало у нас в прорези. И паприка. Вот так добротно паприкой присыпаем. И сюда кориандр. И кориандр. Переворачиваем. С этой стороны точно так же. Можно еще пару прорезов сделать. Прорези. Вот так. Опять же солим. Перчим. Паприку. Вот так втираем аккуратненько. И кориандр. Прямо вот так. Раздвигайте и туда кориандр запускайте. Все. Еще можно паприки немножко. Любые специи можете использовать. То, что вам нравится. Все. Видите. Вот такое мяско у нас. Теперь надо в пакет. И на пару часиков в холодильник его. Пакет убираем. Это для того, чтобы оно у нас промариновалось. Все. И в холодильник на пару часиков. Что дальше делаю, покажу. Друзья, вот сейчас быстренько, пока у меня мясо маринуется. Времени не тратья даром, как говорят. Поехал, купил красного вина. Здесь 5 литров. 9,99 стоит. Итальянское вино. Очень хорошее. Уже не первый бутыл пьем. Коротым. Драй килл. Драй килл. Два евро девяносто девять. Апфель. Апфель. Два килл. Айн ойро. Нойнононцик. Айн ойро нойнононцик. Попал. Один евро девяносто девять. Попал на скидку минус пятьдесят процентов. Тут получается у нас два килограмма двести девять грамм. Крылья. Всего четыре евро. За четыре евро вот купил, пожалуйста, лас минут минус фюнцик процент. Минус пятьдесят процентов. Дальше. Вот такой вот лук-порей. Он стоит один евро девяносто девять. Три штучки. Это мне для крем-супа я буду готовить на субботу. Собираемся мы в замке у Марии. Буду готовить крем-суп. И вот повезло. Два таких ящика. Это которые продукты уже, можно сказать, вот-вот-вот уже отходят. Три евро сорок девять ящик. Тут собирают они разные продукты. Разные-разные. Три евро сорок девять. Взял два ящика разных. И вот такой еще. Тут и шампиньончики, вон я смотрю, есть. Обс гемюса. Обс гемюса. Три евро сорок девять. Вот такие покупочки сделал. И за все заплатил. Значит, за все это заплатил я двадцать семь евро. Зибенон сванцех ойру. Все. Все ждем дальше продолжения запеченного мяса нашей свининки. Все. Немножко осталось подождать. Спасибо большое. Наше мясо промариновалось два часа. Я сейчас включил в духовку на один час. 180 градусов. И под мясо я подложил шоточку, чтобы у нас весь жир вниз стекал. Чтобы наше мясо не варилось в этом соку. А сверху оставалось. И ставим сейчас в духовку на один час. Ну, один час это с момента включения. А так 50 минут при разогретой духовке. Все. Вперед отправляем. Делаем карамелизацию. Ложка столовая меда. Это для мяса карамелизация у нас. Сюда бальзамического крема немножко. Оливковое масло. Можно добавить Острого перчика. Острый перчик. Смешиваем. И сейчас до 15 минут приготовления нашего мяса. Надо взять кисточку и все это хорошенько промазать. Мясо. Вверх промазываем вот этой карамелизацией. Немножко соли надо. Чуть соли. Все. И смазываем мясо наше. Взять. К мясу можно поставить сразу и гарнир. У меня будет картошечка. Вот так я порезал на части вот такими дольками. Картошечку помыл. Почистил ее. И сейчас промыл хорошо. Сейчас надо в кастрюльку поставить воду. И пускай вода закипит. И мы в кипяченую воду 5 минут в воде. Чуть-чуть подсоленной. Друзья, вода закипела. Я не подсаливаю. Потому что у меня специи соленые будут. И как только закипела, сразу же картошечку выкладываем в воду. Выложили воду. И от этого момента, от момента закипания пойдет минутки 3. Дома, значит, ополный цикл. Ну, 5 минут достаточно. 5 минут подвариваем. Потом покажу, что дальше делаю. Кастрюлька отварилась. Я слил воду через душлаг, через сито, как угодно. Сейчас надо немножко налить растительное масло. Сразу в первую очередь наливаем растительное масло. Теперь надо вот так немножко подвести. Чтобы масло распределилось по картошечке. Теперь я беру гриль Гиллер Тверс, сальс. Ну, вы можете любые специи взять. Взять можно и кориандр. Любые, которые любят. И красную паприку, и черный перец, и соль. И вот так немножко подсолить. У меня уже готовые. Почему после масла? Потому что не будет, если вы до масла просолите, то у вас будет ощущаться резкий вкус соли. А этого нам не надо. И потрясти. И эту картошечку выкладываем на противень. Друзья, ну и, конечно, к нашему блюду надо какой-то салатик. Я беру свою помощницу. Это, значит, очень удобная штука для отжатия воды из листьев салата. Вот. Мы сейчас берем... Значит, лайфхак по поводу увявших листьев. Берете, значит, листья руколы, листья салата, любые, которые подвяли. Наливаете холодную воду и наливаете уксуса немного. И пусть постоит минут 15-20. Все, они освежатся у вас и будут хорошенькие. Видите, у меня какие они. Выкладываем сейчас нашу руколу. И после этого будем еще осушивать листья для подложки салата нашего. Я всегда делаю салат из подложки. Оно вкуснее и красивее получается более. Вот такая вот приспособа. Тянем за веревку. И в центрифуге уходит вся влага. Все. Видите. Водичка вся у нас внизу осталась. Вот она. Много воды, кстати. А салат переложим в другую миску. Теперь берем листья салата. Все нам не надо, но мы возьмем, чтобы сформировать подложку нашего салата. Вот так, нарываем. Я думаю, достаточно будет уже. Так. И тоже отжимаем. Очень удобная штука. Рекомендую прикупить. Очень удобно. Особенно в летнее время, когда салат идет полным ходом. Все. Листья наши готовы тоже. Друзья, так как рукола длинноватая, мы ее немножко порежем. Немножко покрошить, чтобы удобнее было есть. Ну, вот так приблизно. Все. И выкладываем миску. У меня такая миска салатная. Выкладываем нашу руколу. А те листья, которые из зеленого салата, мы будем вниз, в подложку. Теперь, для этого салата, что нам понадобится? Огурец. Огурец я всегда люблю немножко пройти вот так. Чуть-чуть эту зелень снять. Все, не надо, а вот так вот проходим просто. Делаем такую зебру. Теперь, чтобы удобно было на три части. Жопки отрезаем. Еще на одну часть. Будем делать кубиками. Все. И нарезаем. Не мельчим. Вот так. Огурчик так. Опять выкладываем в миску. Там, где у нас рукола, наши огурчики пошли. Помидорки. Плодоножку удаляем. В черри можно не удалять. Они там маленькие. Они, наоборот, еще вкус хороший дают. И тоже вот такими кубиками. Салаты всегда старайтесь резать. Если вы начали резать кубиками, то кубиками и нарезайте. Тогда получится очень красиво всегда. И порционно будет выглядеть очень хорошо и есть удобнее. Чтобы дольки все были более-менее одинаковые. Я использую 4 помидора для этого салата. Один большой огурец. Вы видели, у меня один огурец. И будет еще красный перец. У меня болгарского нет. У меня будет такой остроконечный перец. Здесь без разницы. Все быстренько делается абсолютно. Обед готовится на раз-два-три. Все, мы тоже перекладываем в нашу миску. Помидорки тоже пошли в нашу миску. Перчик. Вот такой у меня перчик. Очищаем от зерен. Они не нужны. Это сладкий перец. Это не острый. И вырезаем. Стараемся вырезать вот эту белую часть. Она тоже нам не нужна. Перегородки эти. Убираем. Нарезаем тоже не мельчим. Вот так на четыре части вдоль. И погнали. Все. Выкладываем в нашу миску. Выложили в миску. Теперь мы берем оливки. Вот у меня оливочки. Сейчас немножко воду слить надо. Через сито слил. Оливки добавляем. Оливки соленоватые, посему регулируйте сами, что будет. В первую очередь всегда в салаты не забывайте нужно взять оливкое масло или там растительное масло какое вы будете использовать. В самую первую очередь надо пройти маслом. А после этого только солить. Почему? Потому что если вы посолите сразу у вас будет ощущаться очень резкий вкус соли. Понимаете, да? И вот так аккуратненько перемешиваем наш салатик. Очень витаминный. Очень вкусный салатик получается. Вот теперь можно посолить. Теперь мы солим спокойно. Но имеем в виду, что оливки соленоватые. Так что много не надо особо. Можно поперчить черным перцем. Немножко. Не помешает. Ну и, конечно, обязательно надо использовать какой-нибудь можно гранатовый сок какой-то кремистый. А у меня будет бальзамический такой кремик. Он придает вкус бальзамика. Вот такой, видите, да? И тоже перемешиваем. Аккуратно перемешиваем. Наш салатик готов. Все. У нас получилось к одному времени мы приготовили и картошечку, и мяско. Сейчас будем нарезать мяско, сервировать все. Салатик сейчас я сервирую отдельно на тарелке. Все, ждем. Ребятки, смазал я мясо. Картошечка наша дожаривается, допекается. Все, запахи такие идут. Просто аж язык утянет. Супер. Все. Ставим 15 минут. Друзья, вот такое мяско получилось сочное, вкусное должно быть. И вот такая по-деревенски картошечка. Рекомендую приготовить таким способом картошечка. Получается вкуснее, чем в Макдональдсе. Тоже хрустящая, с корочкой, внутри мягенькая. Все, сейчас я формирую, нарезаю мяско и формирую пор. Картошку после того, как перемешали, выложили на противень и отправляем к нашему мясу. Мясо у нас запекается. Прошло уже минуток 20, наверное. И ставим картошечку сейчас на самый верх можно поставить. Все. Нам картошку так долго не надо запекать, а мяско мы ждем. И получится у нас одинаковое время по запеканию. Все, закрываем. Друзья, ну вот такой получился обед. Это получается очень вкусно. Всем рекомендую приготовить мясо очень сочное. Картошечка очень вкусная. Она такая внутри будет мягенькая, а снаружи она хрустящая. И вот такой с руколой салат тоже всем рекомендую приготовить. Быстро, просто, вкусно. Все, сейчас попробую салатик. Я мясо сто процентов говорю, что это вкусно, при вас не буду пробовать. Давайте я пью за вас, за ваше здоровье, мира над головой. всем, всем хорошей, долгой, счастливой жизни. Приходите на мой канал, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, комментируйте, я всегда отвечу. Делитесь моими рецептами. Все, я пью за вас. Попробую картошечку и пробую салатик. Возьму немножко кусочек мяса, отрежу. Мясо прямо аж варту таять будет. Я так часто готовлю по такому рецепту, посему я уже знаю. Все, вот кусочек мяса у меня. Пробуем. Достаточно к соли. Даже чуть-чуть малосольное получается. Чуть-чуть, но это хорошо. Картошечка просто супер. салатик обалденная. Вот такой вкусный обед. Первый я не готовил для обеда, потому что это все не съесть. Если еще с первым, то вы меня извините. Ребятки, всем самое главное мира над головой. Оставайтесь все живы, здоровы. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok